Я нашёл самую лучшую игру в Steam. И если вы с этим не согласны, у вас большие проблемы, и вы... F***ing Slaves! Думал, игра года — это Elden Ring, или, возможно, God of War Ragnarok, который скоро выйдет. Но тут ты серьёзно ошибся. Хотя, эта игра достойна лучшей награды, чем обоссы на игре года. Я бы назвал её Игрой Тысячелетия. За неё вполне можно просить 300 баксов. Но великодушные разработчики просят всего 30 рублей. Я думаю, они просто знают, что рубль дороже и крепче. Я представляю тебе этот шедевр, который мы не заслужили. Встречайте! Dungeon Master! В главном меню нас встречает король, великий и бессмертный Билл Харрингтон. Обилие настроек тоже присутствует, чтобы настоящие ценители могли их понизить, так как мамка не дала денег на новый комп. Да иди нахуй! На самом деле это не нужно, в игре великолепная оптимизация. Сразу видно руку мастера своего дела. Разработчики игр в последнее время совсем не запариваются над тем, чтобы их творения могли комфортно идти на дерьмовых компьютерах ничьих слоёв настоящей элиты. За что вполне заслуженно получают негативные отзывы, ибо нехуй. А тут со своей жалкой 30-80 я получил более 500 фпс в главном меню. Вот это я понимаю уважение. Но если ты думаешь, что шикарная оптимизация это всё, что игра может тебе предложить, ты сильно ошибаешься. Тут есть сюжет. Ты что думал, это очередная жалкая инди-поделка за копейки, да, чтобы срубить бабла с дурачков? Снова мимо, мальчик мой. Интригующая завязка тут присутствует, и понять её смогут только ценители и философы. Напомаженная тяночка уверенным шагом идёт по коридору. Она проходит мимо известных всем персонажей, и ты сам должен дать значение их присутствию в этой игре. Всё это происходит в шикарном замке великого Билла Хеллингтона, который устроил у себя пир. Он приглашает всех к столу, угощает белой вязкой массой, разлитой по бокалам. Тяночка, думая, что она круче и лучше настоящих крепких мужиков, пьёт с ними наравне, и это является её роковой ошибкой. Не выдержав силу семенного коктейля, она падает замертво. Какая завязка, какая драма, какой глубинный смысл? Вот я тоже не знаю, я ещё до этого не докопался. После столь интригующего выступления начинается, собственно, сама игра. Её уровень, и это даже не ААА, это КВАТОМ МЕГАБЕЙ! Простым людям подобное качество исполнения недоступно. Скорее всего, сам Билл Хеллингтон спустился с небес, чтобы помочь разработчикам понять игру на божественный уровень. Посмотрите на эти великолепные анимации, на освещение, на разнообразие окружения. Чувствуете его? Если нет, то идите нахуй, оно есть, просто вы недостойный. Единственный вопрос разработчикам, это почему же мы играем за какую-то напомаженную девчонку, когда должны играть за волосистого, накачанного, настоящего, сильного мужика в стрингах. Я бы назвал это первым и единственным недостатком игры, если бы не прошёл её полностью. Но не будем забегать вперёд и рассказывать все задумки разработчиков. Давайте двигаться медленно, постепенно, но уверенно, так же, как двигаются настоящие мужчины во время взаимного соединения. Простите, отвлёгся. Спустя пару секунд после начала игры, наши герои не подбирают первое и единственное оружие. И не вздумай сказать, что одно оружие на всю игру это мало. Ты посмотри на его размер, на его чёрную блестящую кожу, и подумай ещё раз, хочешь ли ты это повторить и получить им по ебалу. С этим оружием мы пройдём и огонь, и воду, и длинные кожаные трубы. А вернее, все пять локаций данной шедевральной игры. И путешествие будет нелёгким. Сначала нам предстоит пройти тёмное подземелье, где нам придётся одолеть уйму врагов. Но оружие такое мощное, что они отлетают с одного удара. Хоть бы и пытаемся выписывать эпичные камбухи. Единственный персонаж, который остался непобеждённым мной за всю игру, это он. Опасный, легендарный и бессмертный. К нашему счастью, он и не думает на нас нападать. Добравшись до конца уровня, мы ныряем в портал и оказываемся во второй локации. Тут также стоит отдать должное разработчикам, так как в игре очень быстрые загрузки, несмотря на гигантский вес игры в целых 7 гигабайт. Нет, грузится она быстрее, чем ты занимаешься сексом с лучшим приятелем. Во второй локации нас встречает всё ещё бессмертный Амогус, как бы предвещая веселье. Мы оказываемся в школе, где нам придётся одолеть уйму врагов. Но оружие такое мощное, что они отлетают с одного удара, хотя мы и пытаемся выписывать эпичные камбухи. Добравшись до конца уровня, мы ныряем в портал и оказываемся в третьей локации. Тут также стоит отдать должное разработчикам, так как в игре всё ещё очень быстрые загрузки, несмотря на гигантский вес игры в целых 7867,7 мегабайт. Грузится она быстрее, чем твоя мать подписала бумагу о твоём усыновлении. Третья локация — это тёмная пещера, где нам предстоит одолеть уйму врагов. Но оружие такое мощное, что они отлетают с одного удара. Хоть мы и пытаемся выписывать эпичные камбухи. Стоп, ты что думаешь, что я сейчас буду повторять то, что повторял до этого? А тут ты снова не прав. Я не буду повторять то, что повторял, но я готов повторить то, что я повторял до того, как начал повторять то, что я повторял. А именно, эта игра — Тысячелетие. И в третьей локации она это доказывает, так как теперь, чтобы выбраться, нам надо пить семенной коктейль из огромных чаш. Ты чувствуешь? Начинаешь понимать, что происходит? Нет? Жаль. Ну не волнуйся, я объясню это чуть позже. В общем, испив из всех чаш на локации, победив врагов, мы добираемся до финала. Эта игра развивается по всем правилам шедевральной симфонии. Интригующее начало, напряженное развитие и, наконец, обескураживающий финал. Мы снова встречаемся с великим Биллом Харрингтоном. Он ждал нас, отправив на испытания. Путь, который начала наша героиня в качестве напомаженной хрупкой тяночки, а закончила в качестве опасной машины убийства, расправляющейся со всеми врагами одним ударом кожаного самотыка, привел нас к выбору. Месть или райское наслаждение? Я уже говорил, что это игра тысячелетия. Да, в этой игре еще две концовки. И каждый из вас должен сам решать, на какой он стороне. Выберешь рай и получишь подарок в виде ремейка знаменитой сцены на движке игры. Выберешь ад и получишь дополнительный уровень. Да, дополнительный уровень! Боже, эта игра просто великолепна. Я все же считаю, что выбрав месть, мы видим истинную концовку игры. Тот глубинный смысл, который заложили разработчики. В этой концовке мы снова оказываемся в замке Билла Харрингтона, где нам предстоит одолеть умы врагов. Но оружие такое мощное, что они отлетают с одного удара, хоть мы и пытаемся выписывать эпичные камбухи. Я уже это говорил? В общем, в конце нас ждет главный босс, великий Билл, против нас. И вы думаете, что нам не выиграть? А теперь вспомните, сколько литров семенного коктейля выпила наша героиня. И не превратилась ли она после этого в достойного, взрослого, сильного и настоящего мужчину. Ведь мужчина может выглядеть по-разному, но при этом быть мужчиной. Он может выглядеть как девочка-припевочка, он может выглядеть как стример. Но он все равно настоящий мужчина. И как настоящий мужчина наш герой отправляет Билла Харрингтона в нокаут с одного удара и занимает его место. Все. Финал. Занавес. Лучшая игра тысячелетия. Я кончил. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, получилось вас немножечко просветить. Пишите в комментариях, согласны ли вы с тем, что это лучшая игра тысячелетия. Не забывайте ставить пенисы вверх под видео и подписываться на канал. Настоящие крепкие мужчины могут подписаться на наш телеграм и другие соцсети. Ссылочка в описании. Ну а на сегодня это все. Жестких и твердых всем респектов. Семь минут, твою мать, Артем. Это твое самое короткое видео за последнее время. Ютуб такое не любит. Все знают, что меньше десяти минут заливать нельзя. Совсем что-то ты разленился. Надо придумать, как растянуть коронометраж. Давай думай, ты же знаешь, ты в этом мастер. Ты постоянно что-то делал, чтобы видос был дольше десяти минут. А может быть тебе рассказать какую-нибудь историю жизни? Расскажи лучше какой-нибудь стишок. Лучше скажи им еще раз подписаться, поставить лайк, подписаться на телеграм. Вот это все, что ты говоришь по сто раз, пожалуйста, на стримах. Нет, это все херня. Надо делать что-то... Кажется, есть у меня одна идейка. Надеюсь, вам зайдет. Погнали. Настоящие мужчины в кожаных доспехах С кожаными жезлами в руке на перевес Получают витамины натуралы, не помеха. Сделай мне укольчик кожаной иглой, прям в боб уплес. Ты куда полез? На меня залазить надо. Доставай свои игрушки, плеткой хлопнет ты меня. Гачи мучи, в очках кучи, куча анусов пахучих. На кроватях, на скрипучих мы могучи и всех круче. Гачи мучи, и не стоит меня мучить ожиданием бесполезным. Настоящие мужчины в кожаных доспехах С кожаными жезлами в руке на перевес Получают витамины натуралы, не помеха. Вы же понимаете, что этим треком я просто хочу ролик до 10 минут добить. Гачи мучи, в очках кучи, куча анусов пахучих. На кроватях, на скрипучих мы могучи и всех круче. Гачи мучи, и не стоит меня мучить ожиданием бесполезным. Я уже и так измучен. Настоящие мужчины в кожаных доспехах С кожаными жезлами в руке на перевес Получают витамины натуралы, не помеха. Сделай мне укольчик кожаной иглой, прям в попу плес. Сделай мне укольчик кожаной иглой, прям в пахучих. Сделай мне укольчик кожаной иглой, прям в пахучих. Продолжение следует...